Оползни в селе Арском проявляются уже не впервые. Всё из-за грунтовых вод. До этого с небольшими обвалами грунта жители справлялись своими силами. К примеру, рядом с храмовым комплексом установили колодцы и дренажи на глубине двух метров. Регулярно откачивали грунтовую воду. Но последний весенний оползень оказался слишком обширным. Своих сил оказалось недостаточно. Настоятель Алексей признался, что привык всегда делать всё своими силами. Но тут без помощи властей было не обойтись. Такая возникает опасность. Здесь оползень двигается. Например, где мы сейчас стоим, кромка. Эта кромка примерно полгода назад была на метр дальше. А ещё полгода назад, ещё на метр дальше. То есть 6 метров сейчас территория горизонтальной ушло вниз. То есть здесь такая опасность, что к весне может оползень подойти и прямо к фундаментам храма, к фундаментам нашего универсального зала. Оползень растянулся на 7 сотен метров. От подвижек пострадала бетонная лестница у храма. Склон вдоль дороги в соседнюю деревню Погребы пострадал в разы сильнее. Сейчас ремонтная бригада продолжает заниматься укреплением склона. Ведутся земляные работы. Запланирована установка бетонных плит. Первоначально укладывается технологическая площадка и идёт разработка грунта. После вход вступит тяжёлая техника – краны и экскаваторы. Вибропогружением поместят балки на глубину 12-14 метров. Затем возведут две опорных стены для удержания земли. Необходимые работы, чтобы удержать оползень, удержать храм. Начало у нас было неделю назад, как октябрём месяце, как видите, на паспорте написано. И декабрём мы должны закончиться. Противооползневые работы осмотрел и губернатор Алексей Русских. Он остался недоволен проектом противооползневых работ. Деньги необходимо расходовать эффективно. Все замечания будут устранены. В настоящее время работы на объекте ведутся ежедневно. Работают 8 человек и тяжёлая техника. Кирилл Савосин, Даниил Сурков, Управда ТВ.